Всем привет! Сегодня я буду делать а-ля пицца, а-ля пирог, а-ля что-то вот такое вкусненькое. Возму за основу эти лепёшки. У меня будут по принципу турецкого фастфуда. То ли лахмаджун, то ли как-то там называется он, я не уверена. И сейчас замешу фарш. Для него я беру... Я не взвешивала ничего. Я беру примерно фарш. Фарш свиноговяжий. Два помидора. Просто потерла на тёрке. На обычной. Одну среднюю луковицу мелко порезала. Соль, перец и сванская соль. У меня ещё немножко. Пересыпаю фарш. Добавляю сюда лук. Лук резала именно. Добавляю сюда натертые помидоры. Соль. У меня было два штучки, но они были не вот такие, да? Добавляю сюда сванскую соль. Сванскую соль мне привезла подружка из Грузии. За что я ей очень благодарна. Пахнет бомбовски. Прямо вот так вот хорошо насыпаю её. Добавляю перец. А соль добавлять я уже буду по факту. Сейчас попробую, потому что сванская соль, как бы это соль. Сейчас я вот это перемешаю. Если мне будет казаться мало соли на вкус, я добавлю ещё. Перемешивать лучше руками, потому что так будет равномерней. Видите, как разжижил помидор. Прям начиночка будет очень сочной. Тут как бы учитывается ещё, что сам фарш у меня был достаточно жирным. Потому что для фарша я брала говядину просто мякоть, без всяких жирочков. А свинину я брала бекон. Пузанину. Как там, не знаю, кому как удобнее говорить. Беконную часть, где есть прожилки сала и большие прожилки мяса. Теперь, чтобы попробовать. Если вы доверяете мясу, просто облизните палец. Самый лёгкий и быстрый вариант. Если ваше мясо вы покупали в магазине и как бы не уверены, в каких условиях оно жило, пока жило, сделайте небольшую котлетку и поджарьте её на сковору. Я хочу ещё. Мне прям по запаху не хватает соли. Я ещё замешаю точно. И уже я... Ну, это, знаете, как вот, когда часто готовишь, мне кажется, вот у многих так и уже набивают свои рецепторы, что ты нюхаешь и ты понимаешь, просолилось мясо или ещё надо добавить. Оно прям пахнет солёненьким, вкусненьким. Хотите жижи, добавьте ещё томат. Хотите более томат насыщенный, добавьте томат в пасту. Помидор и ещё пасты томатные добавьте. Будет тоже хорошо. Я сильно томатно не хочу, потому что у меня в гостях племянница, а она помидоры категорически не ест. Таким образом я немножко замаскирую, и она поест такие помидоры. Всё, пускай настаивается. Да, вот сейчас пахнет вкусно. А мы займёмся тестом. Но вам показывать замест теста я не буду. Тесто будет самое обычное, пирожковое или как тесто для пиццы. Просто мука, вода, дрожжи, соль, сахар. Кому интересно, видео есть на канале, оно или предыдущее. Я оставлю ссылку, если что, зайдите, посмотрите. Супер быстрое тесто, без заморочек, очень элементарное. Немножечко капаю на стол растительного масла. Ух ты, немножечко, как у меня, как всегда. Да, моё немножечко получилось, множечко. И мне нужно разделить тесто на более-менее равные. Ну, как бы не принципиально, чтобы это были равные. Ну, просто приблизительно, чтобы это было, да, как-то одинаковые кусочки теста. Так, и подкатаем их. Ну, вот, наверное, я не буду уже делать, как бы, по весам. Просто вот так, вот, зрительной рукой разделим. Смотрите, если сейчас начать сразу раскатывать тесто, вот оно, вот, где подкатывалось, да, оно ещё немножечко туговатое. 5 минут можно ему дать отдохнуть, чтобы расслабилось тесто. И начинаем катать. Ну что, начинаем раскатывать. Духовка у меня уже стоит, нагревается. Я поставила на максимум, но поскольку, как бы, у меня максимум она не разогревается, у меня не дотягивает, у меня напряжение не очень хорошее в доме. И, ну, где-то 250, я надеюсь, она сегодня мне выдаст. Я ей буду очень благодарна, если 250 она сделает. Раскатываем тонко. Я думаю, что можно даже его растянуть, ну, вытянуть, как бы, в масле, да. Будет тоже очень хорошо. Переношу его на противень, застелила пекарской бумагой. Любой, какая вам нравится, той и застилайте. Вот таким вот образом. Берём начинку, которая полежала, обменялась вкусами, ароматами. И, оп, тонким слоем, толстым не нужно, это будет, потому что будет не очень, если будет большой слой. Тоненьким слоем наносим, как пиццу своего рода делаем. И отправляем в духовку, вот прям вот так вот, прямо сейчас на максимальную температуру. Ну, делаем по принципу пиццы. Вот такое вот сейчас отправляем в духовку. Пока она будет запекаться, запекаться она будет быстро. Я раскатаю следующую. Ну, посмотрите, вот такие вот получаются вот эти лепёшечки. Естественно, фарш сбегается. Но он сочный, вот прям вот смотришь, где влага стоит. Это уже не все лепёшки у меня уже мои домашние. Попробовали, продегустировали. И как мы это начиняли, и как мы это дополняли. Ну, вот просто так кушать, да, не очень удобно. Тем более я сказала, что это будет лепёшка по мотивам турецкой выпечки, турецкого фастфуда, да, ламаджин, ламаджун, точно не помню. И тогда что я предлагаю? Я предлагаю следующим образом. Берём, делаем салат по типу кулслоу. Заправить можно, в принципе, чем угодно, на ваше усмотрение, да. Просто капуста, помидор, зелень. И я сделала майонез, но можно майонез не делать. Вот так вот на рядочек. Ну, такую делаем, шаурму такую, да. Вот так вот и распределяем. Можно дополнительно вот эти вот соусы вкусные капнуть. Я вот так вот наполовинку капну. Вот так вот мне хватит. Я сильно не хочу остро сейчас. Половинку сделаю острую, половинку не острую. Закручиваем. Видите, соки от предыдущей начинки вот здесь тоже делают вкусно. Всё. Закуска готова. Посмотрите, ну, естественно, вы понимаете, что вот здесь вот этот салат мой может быть самой разной начинкой, да. Можно даже, я так думаю, что-то по типу печёных овощей. Вот какой-то аджабсандал сюда добавить. Тоже будет, мне кажется, очень вкусно. Вот такая вот мягкая от того, что она пропитана мясными соками. Здесь хрустящие края. Тесто, напоминаю вам, тесто дрожжевое. Это очень вкусно. Мои домашние все очень оценили. Это такой вот перекус быстрый. И очень даже сытный. И эти лепёшки можно вот сейчас, которые останутся, их можно плёнкой закрыть, убрать, да. При желании достали, скрутили, прогрели. Всё вкусно, быстро перекус. Такая вот себе быстрая еда. Видите, сколько сока. Тесто не рвётся хорошее. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо огромное. Пишите мне комментарии. Мне очень приятно. Я стараюсь всем отвечать. Всем спасибо. Всем пока. И всем хорошего-хорошего настроения.